Эсайлем представляет Руссия Ксиптерс, Дэниэл Орейли, Монро Робертсон, Найя Абу-Муса и Лорд Крейдер Оператор Ник Шоу Композиторы Элиза Свенсон и Микел Шейн Преттер Монтаж Роб Палатина Авторы сценария Тэмми Кляйн и Глен Кэмпбелл Продюсер Дэвид Майкл Летт Режиссер Глен Кэмпбелл Магриб Моя ненаглядная Шаксаде Мои дни сочтены и я должен защитить страну Мой верный советник Магриб Магриб Ты долго служил мне на посту визиря И я не знаю никого, кто бы мог тебя заменить Магриб Благодарю, повелитель Я мечтаю продолжить служение народу Так и будет Магриб Магриб Ты навсегда останешься самым мудрым И уважаемым советником После моей смерти Принцесса Шахзаде Станет повелительницей Багдада Да сбудется воля Аллаха Нет 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 Настал мой черед Это мое право Женщина не может править народом Это же Это мерзость Моя воля Это закон Шахзаде показала, чего стоит Она предана нашему народу Времена изменились Она заслужила право Занять престол Так тому и быть Это... это святотатство Прочь с дороги Он порой бывает таким несносным, да? Ты моя дочь Ты со всем справишься Смотри и учись, дружок Властью, данной мне темными силами, я призываю тебя Явись мне Вот она Моя Она моя Сил пока не хватает Терпение 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 ведь смотрите там обожаю акробатов безмозглые обезьянки я думал багдад город щедрый только приехал даем время где праздник там должны быть и деньги я уверена что они попадут к нам в руки на помощь пожар кто-нибудь помогите потушить о нет фейерверки загорелись помогите держи вора на помощь караул весьма впечатляет я хочу наградить этого юношу и правда весьма впечатляет благодарю вся дневная выручка друг да и кстати я прервал выступление из-за всего этого может быть ты сможешь как-то хочешь чтобы я заплатил тебе за услугу коран велит делай добро и получишь награду в раю ну а при жизни при жизни про это я ничего не читал жаль что про это не написали нет убрал руки недоразумение все не так как выглядит все именно так как выглядит но я не за этим кое-кто хочет поговорить удача мне улыбнулась поимка вора очень впечатляет как тебя зовут акробат аладдин прости я тебя не расслышала аладдин госпожа можешь подойти аладдин я не кусаюсь аладдин подойди прошу этот кулон был в моей семье много лет он защищал меня от зла а теперь защитит тебя это слишком госпожа конечно он прав это слишком ваше высочество храбрость заслуживает награды я хочу чтобы ты взял рада знакомству акробаты аладдин что это было ты правда не понял аллах дал ему глаза а он не видит хватит ты не богослов слова истины срываются с любых губ аладдин ты не знаешь почему в городе праздник один султан ушел второй пришел и что не султан султанша да дурак ты говорил с повелительницей багдада стойте как я не заметил наверное ты слишком сильно увлекся ее чарами я тоже так подумал похоже ей понравился акробат аладдин мне тоже так показалось вы с ума сошли она просто смеялась над простаком простакам серебро не дарят эти воды намного глубже аллах сказал хватит хватит друзья дайте мне минутку собраться с мыслями я сейчас полагаю ты уже знаешь кто я такой приветствую визирь рад встрече акробат аладдин знаешь во дворце пригодился бы человек твоих умений и талантов акробат я уже получил награду от дворца такие как ты не работают бесплатно такие как я мужчина должен зарабатывать у меня есть задание и награда получше этого кулона что может быть лучше например приглашение на прием повелительнице 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 да ты ей нужен человек с такими талантами и умениями юноша то есть акробат именно так да помоги мне выполнить задачу и я тут же провожу тебя во дворец где вы продолжите вашу беседу она увидела в тебе храброго и находчивого юношу ты несомненно вызвал ее интерес идем надо добраться до места к полнолунию меня ждут друзья выступления сейчас тебя ждет повелительница века она рассчитывает на тебя идем нам пора отправляться заигрывал с принцессой теперь уехал с королем визит не король может его арестовали не выглядит арестованным но и довольным не выглядит что то не так когда аллах посылает ветер надо ставить паруса берем лошадей и вперед за ними согласен в округ безжизненная пустыня я думал здесь ничего нет пустыня таит много секретов акробат аладдин меня зовут аладдин имена и титулы изменчивы и незначительны на мой взгляд и так визирь что ты от меня хочешь демон и и и что он велит внутри караван сокровищ богатый клад который один султан передает другому с незапамятных времен интересно откуда деньги там есть лампа это символ власти султана ты должен принести ее повелительницы для благословения а потом вернуть сюда до появления нового правителя в пещере много препятствий а я уже слишком стар и измучен чтобы справиться с ними что ж посох осветит тебе путь а веревка поможет преодолеть препятствия просто распутай брось в любую яму поблизости и отпусти она упадет ты должен вернуться до восхода иначе пещера закроется до следующего полнолуния будет о чем рассказать султанше когда вернемся да да будет будет теперь иди давай он сказал брось и отпусти клянусь пророком а Продолжение следует... Продолжение следует... Неужели каждый новый султан сюда ходит? Здесь тоже огонь. Продолжение следует... Продолжение следует... Можно умереть, пытаясь найти эту лампу. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Увы, нашего друга завалило. Мы опоздали. Я уже скучаю. Он так и не вернул мне 30 драхам. Всего 20. Слава Аллаху! Алладин! Я знал, что ты жив, а они не верили. То арестуют, то завалят. Как ты выбрался? Никто меня не арестовал, Самат. А как же визирь? Это долгая история, друзья. Рассказывай с самого начала. Лампу мы так и не добыли, дружок. Но я стану султаном, а Шахзаде будет моей женой. На закате я получу всё, что желаю. И вот я выпрыгнула с пещеры к вам в объятия. Объясни, что это за лампа. Это символ власти султана. Новая повелительница должна благословить её, а потом вернуть в пещеру. Никогда такого не слышала. А я всю жизнь прожила в Багдаде. Все 23 года. Согласен. За всем этим что-то кроется. Давайте посмотрим на источник всех этих бед. Что ж, это лампа. Дай-ка. Обычная лампа. А зачем было ставить столько ловушек? Кто разберёт этих правителей? Я слышал… Раз она нужна визирю, то и нам нужна. Можем продать. Ну, не знаю. Мы потратили последнее на лошадей. Я не думаю, что визирь тебе что-то заплатит. Может, продать кулон? Я почищу лампу, и мы продадим её. Я всё-таки думаю, что эта лампа особенная. Я Джин, рак лампы. Ты призвал меня. Почему ты прячешься, хозяин? Встань. Я буду служить тебе. Простите, но я вас не призывал. Ты призвал меня из лампы. Я говорил, что она особенная. Так вот, зачем визирю эта лампа? Он трус. Послал тебя преодолеть препятствия, а самому не хватило мужества. Вот недостойный. А я, значит, достоин? Достоин носить визирю лампу. Да. Ты заслужил эту лампу. Смертный. Смертный? Так вы действительно джин? Волшебство существует? Я появился из лампы. В клубах дыма. Для тебя это пустяк? Я видел, как визирь открыл волшебную пещеру. Визирь обратился к темным силам. Лучше избегай его любой ценой. Боюсь, не получится. Видите ли, он стоит между мной и... одной женщиной. А это... Мне уже больше нравится. Любовь – это моя стихия. Итак, кто эта... женщина? Он ей не пара. Я не смею её любить. Вот, от этого все наши беды. Придумал себе любовь. Кажется, твои друзья не верят твоим чувствам, хозяин. Он опять назвал тебя хозяином. Он призвал меня. И я его слуга. У меня есть джин. Стойте, стойте. Как это работает? Чего ты желаешь? Если честно, сейчас я хочу горячий обед. Пир. Для тебя и друзей. Почему нет? Только не пересоли баранину, договорились? О, Аллах! Я пошутил. Желудок не обманешь, хозяин. Колдун! Джин, садитесь, ешьте. Давайте, давайте. Глаза не горели огнём. Напрасно твой смех меня влёк. Любовь оказалась враньём. С тобою исчез кошелёк. Кошелёк! 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 Воняет хуже, чем от дохлого верблюда. Прошу прощения. Аладдин, этот джинн может дать всё, что душе угодно. Я всё могу, хозяин. У меня есть всё, что нужно. У меня есть вы. Добрые друзья. Мы как одна семья. Я здоров. Жизнь прекрасна. Я ни в чём не нуждаюсь. Но чего-то не хватает. Сказать по правде? Мне не хватает лишь любви. Шахзаде — последний фрагмент мозаики моей жизни. Шахзаде? Она станет твоей. Увы, я... Я недостоин. Она султанша. А я простой бродячий артист. Простой людин. Холоп. Плебей. Деревенщина. Батрак. Смерт. Дикарь. Ой. Я понял, в чём твоя беда, Аладдин. Вы должны стать равными. Превращу её в крестьянку. Нет, нет. Нет, я не могу решать за неё. Но... Будь я принцем, я мог бы ей понравиться. Превращу тебя в принца. Мне-то всё одно. Смертные сами выбирают свой путь. Я только помогаю. Как ты стал джином? Откуда ты родом? Я таким родился. Раб волшебной лампы и её силы. Вы с лампой едины? Если бы лампу разбили, я стал бы свободен. Но пока она цела, я привязан к ней. У тебя нет родителей? Ни сестёр, ни братьев? Я один на всём белом свете. Как зовут? Меня? За 10 тысяч лет ни один хозяин так и не спросил меня об этом. Интересно узнать имя друга. Так меня тоже никто не называл. Пора это изменить. Я Аладдин. Аладдин. Моё имя покажется тебе слишком длинным и трудным. Можешь звать меня Друг. Хотя мне больше нравится Мурат. Сбывшиеся желания. Вот именно. Теперь вернёмся к насущным делам. Раз ты желаешь превратиться в принца, тебе нужно подходящее платье. Вставай. Давай, давай, давай. Вероятно, этот костюм устарел. Я так давно не следил за модой. Нарядный. Настоящий принц. Вот, видишь, я же говорил, что у меня есть вкус. Думаю, султанша всё равно узнает акробата Аладдина. Запросто исправим. Впечатляет. Сам Аллах не смог бы его узнать. Аллах видит подарок под любой обёрткой. Тут обёртка дороже подарка. О чём вы говорите? Ты остался прежним, хозяин. А вот все остальные видят тебя другим. Я не уверен, что хочу быть другим. Внутри ты не изменился. Она полюбит тебя настоящего. Не сомневайся. Чего-то всё равно не хватает. Разойдитесь. Это будет последний штрих шедевра. Что это значит? Ас-салам. С языка снял, брат. Ну что, хозяин? Полагаю, всё это удовлетворяет твои запросы. Пожалуй, это сойдёт. Сойдёт? Клянусь бородой пророка. Прости, Мурат, я... Что будет, если ты не исполнишь желание? Лично я всегда исполняю желание. Против такого султанша точно не устоит. Жаль, она не увидит. Она не выезжает из Багдада. А знаешь что? Я перенесу султаншу сюда. Нет, 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 нет. Эй, нет. Без волшебства. Мы... Мы её пригласим. Она придёт добровольно. Ладно, хозяин. Как пожелаешь. Приятно. Хоть на минуту забыть обо всех тревогах дворца. Не так ли? О них, к сожалению, нельзя забыть. Возможно, все тяготы власти не по плечу одному человеку. Но ведь у меня есть вы, визирь. Я мог бы стать для вас не только визирем, Шахзаде, если бы я... Повелительница, гонец принёс послание. Гонец? Поднимись. От кого гонец? Не знаю, госпожа. Но он приехал на красивые белые лошади. Его королевское высочество, принц Али Абаба, передаёт поздравления царственной соседке и приглашает её величество на пир в её честь. Что за Али Абаба? Я не знаю такой королевской династии, ваше высочество. Тем не менее, надо пойти. Она здесь, хозяин. Войдёт через секунду. Я готов их принять. Не совсем. Твоим друзьям нельзя быть здесь, иначе нас раскроют. Эй, что? Сожалею. В их покоях накрыт стол с лучшими яствами. Очень хорошо, но есть ещё кое-что. Ты прав. Тебе, дорогой друг, нужно обставить своё появление. Здесь невероятная роскошь, Магреб. И правда. Почему же мы не знали о таких богатствах? Почему я не знал о таких богатствах? Где же хозяин? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы здесь. Я счастлив видеть вас. Позвольте поприветствовать высоких гостей. Добро пожаловать в мою скромную обитель. Скромную? Благодарю вас, ваше высочество. Позвольте представить моего верного визиря. Магреб, Аршад, Альбадур. Благодарю за приглашение, ваше высочество. Ваш дом очень милый. Приветствую вас, Магреб. Окажите мне честь осмотреть мои владения перед обедом. Это вы окажете нам честь, ваше высочество. Я был бы счастлив, если бы вы звали меня Али, ваше величество. Он относится ко мне, как к сестрёнке. Вы же знакомы всю жизнь. Ему трудно взглянуть на тебя по-новому. Что в ней такого, чего нет у меня? Мы давно знакомы. Я знаю его лучше него самого. Тогда ты должна знать, что у него на сердце. Я украду вашего повара, принц Али. Количество поданных блюд впечатляет. Я половину из них даже не знала. И я не знал. Что? Мой повар недавно в этих краях. Разнообразие это приятно. У вас чудесный сад. Я снова выиграл. То есть, снова жульничал? Ты меня ранил. Ты снова меня не понял. Всё я понял, негодяй и плут. Ты зашёл слишком далеко. Осторожно. Это волшебные деньги. Дело в принципе. Снова страдает честный человек. Акробарты. Аладдин. Лампа у Аладдина. У вас изумительный сад, принц Али. Прошу. Просто Али. Никогда не видела такой пышной растительности. Такие необычные деревья. Мой садовник назвал это лесом. Люблю сады. И я тоже. В отрочестве я часто сидел на дереве босой и играл на флейте. А мне не разрешали лазать по деревьям. Правила, ритуалы, запреты. Такова наша жизнь. Не бойтесь нарушить правила, если это доставит вам радость. У правителя страны немного радостей. Сами знаете. Я считаю, что счастье важнее власти. У вас такой красивый дом, принц Али. Он стал красивее с вашим приходом, ваше высочество. Прошу. Без листья. Этого мне хватает дома. Как и любому правителю. Но вы же умеете отличать ложь от правды. Я не успела этому научиться. Позвольте мне преподать вам урок, госпожа. Если бы сами звезды упали с небес на землю, их наверняка затмил бы свет ваших глаз. Самая глупая крестьянка не купится на это. Звук вашего смеха, словно нежная мелодия, согревает мне сердце. Это лучше. Улыбка теплая, как ваши руки. Всего лишь руки. Они дрожат, как ваше сердце. Я, кажется, усвоила ваш урок, принц Али. Вы быстро учитесь. У меня хороший учитель. Чему же вы научились? Глаза. Губы могут лгать, но глаза говорят правду. Теперь вы знаете всю правду обо мне. Ваше Высочество. Прошу ко мне. Принц Али, я... Я не могу. Мой сад, мои правила, но... Их здесь нет. Давайте я вам помогу. Мама говорила... Алия, золотце. Пора спать. Луна вернётся завтра. Алия? Моё второе имя. Отец назвал меня Шахзаде, чтобы для него я была принцессой. Даже без титула. А мать назвала Алия. А у вас есть тайное имя? Могриб, в чём дело? Не надо. Благодарю. Принц Али. Или назвать вас Аладдин? Глаза. Ты акробат. Да, дорогая. Он заставил нас поверить, что он настоящий принц. Но дворец, сад... Всё это чары. Отпусти её, Могриб. Чары. Смотрите. Ты призвал меня, хозяин. Приказывай. Джин, мне понравился этот дворец. Перенеси его на вершину горы. Оттуда я стану править Багдадом. Конечно, с моей новой женой. Нет! Джин, перенеси моё имущество в новый дом. Спасибо, глупец. Смирись с судьбой бедника. Нет. За дело. Я знал, что это ненадолго. Что случилось? Визирь случился. Отправимся туда и всё исправим. Как туда добраться? Ни лошадей, ни верблюдов, ни джина. Могриб всё забрал. А мы вернём. Как? Мы не воины. Мы не волшебники. Зато мы вместе. У него джин. Лучше уносить ноги. В следующий раз он нас не пощадит. Аладдин, это знак того, что не нужно связываться с правителями. Их беды нас не касаются. Для Аллаха все одинаковы, но... у всех свой путь. То, что злодеи у власти, нас не касается. Это же я во всём виноват. Мне и исправлять. Я с тобой, Аладдин. И я тоже. Когда человек просит о помощи, брат не откажет. Сестра тоже. Я пойду. Ведь вам без меня и кушаки не завязать. Сиянье ваше хлонит. Завидует даже луна и все звёзды. Что тебе нужно, визирь? Для тебя я султан, ягнёночек. Я тебе не ягнёночек. Джин? Моей невесте нужен свадебный наряд. Как прикажешь, хозяин. Так ещё лучше. Джин, исчезни. Я не выйду за тебя, визирь. Твой яд жжёт. Но скоро я вырву твои клыки. А пока собирайся, Алия. Любимая. Не называй меня так! Всё, вода закончилась. Источник у подножия горы. Но здесь так жарко. Боюсь, что нам не дойти. Аладдин, мы недалеко от Багдада. Давай вернёмся и возьмём припасы. У нас нет времени. Мы не знаем планов Магриба. Пойдём вперёд. Если честно, я не тороплюсь к злодею. Хозяину Джина. Самад, Самад. Я не знаю, что нас ждёт. Смелее, брат. Надо всё исправить. Ты готов умереть? Визирь дал мне один совет. Смириться с судьбой и не печалиться. Мне это не нравится. Мне тоже, сестрёнка. Точное колдовство. Ребята, помогите! Дарьюш! Держись! Держите! Я падаю! Ловушка! Дарьюш, дай мне руку! Ну уже! Никак! Дарьюш! Дай руку! Хватайся! Нет! Обед, Ваше Высочество. Будь, Дарьюш, с нами. Сказал бы что-то возвышенное. Он был бы с нами, не будь нас здесь. Опять началось. Нам надо спрятаться. Сестра! Навина! Самат! Самат! Нет! Он погиб. Его больше нет. Я не стану женой! Это правда весь наш мир? Как ты и приказал, хозяин. Земли. За землями огромные океаны. Сколько чудес здесь можно увидеть. Кстати, хозяин, ты не хочешь заглянуть в кратер вулкана. Это зрелище надо увидеть своими глазами. Только пожелай. Вулкан? Что такое вулкан? Это... Забудь. Потом мне расскажешь. Сейчас я хочу услышать про эти дальние страны. Кто их населяет и сколько у них золота. Как прикажешь, хозяин. Колдовство? Магриб знает, что мы идём. Не думаю. Это ловушки. Если бы он следил, он бы точно нас убил. Он с нами играет. Мы как мухи в паутине. Возможно, но я хочу верить, что есть шанс всё исправить. Надо попробовать. Чтобы мы все умерли? Как Дарюш! И как... Это ты виноват. Если бы ты не влюбился в принцессу, мы были бы в Багдаде. Готовились к выступлению. А теперь мой брат погиб из-за тебя. Навина. Мне жаль, что так получилось. Тогда давай вернёмся. Сейчас. Пока не поздно. Мы не можем так поступить. Надо закончить дело. Умереть ради твоей воображаемой любви? Он такой не один. Навина. Мы же как семья. Прошу. Дарюш и Самад тоже были мне братьями. Ты просто слеп. Дарюш и Самад пошли за тобой на край света. Как и все мы. Ты привёл нас сюда. И теперь они мертвы. Хватит. Прошу, Навина. Я не хочу умирать за неё. Ты слушаешь своё сердце. А моё смолкло. Я возвращаюсь в Багдад. Пойдёте со мной, уцелеете. А здесь останетесь в дураках. Прости, Навина. Мы пойдём до конца. Остановим Магриба. Дарюш и Валима. Сколько там стражников? Когда я пожелал столько охраны? Предположу, что это пожелание визири. То окно кажется удобным. Если встанешь мне на плечи, залезешь без труда. Надо попробовать. Продолжение следует... Где Магриб держит Султаншу? По-хорошему или по-плохому? Я выну кляп, и ты всё расскажешь. Закричишь. Мы не будем миндальничать. Где держат Султаншу? И в честь чего пир? Вы кроватые? Да. Пришли спасти повелительницу. Она на втором этаже. Завтра выйдет замуж за Султана. Султана? Магриб назначил себя Султаном. Надо спешить. Прости, друг. Дай-ка мне. Ты не умеешь драться. Я учусь. Шахзаде. Аладдин! Ты вернулся. Я так рада тебя видеть. Правда? Нет. Неправда. Ты мне соврал. Я объяснил. Но сейчас не время. Тут ты прав. Надо уходить. Быстро! Теперь всё ясно. Меня не нужно спасать. Но спасибо, что вы пришли. Я не мог не попытаться. Я виноват и должен всё исправить. Мне нравится твоя честность, Акробат. Потом расскажешь в подробностях. Это ещё не конец. Как долго вы шли? Задержали песчаные ловушки? Шахзаде, цветочек. Опять ты спуталась со швалью. Знаешь, даже в лохмотьях ты самая прелестная роза в саду. Однако... Джин? Гораздо лучше. Подойди. Сядь рядом со мной, моя возлюбленная. Я не твоя возлюбленная! Джин. Вишни очень сладкие. Но твоё падение мне ещё слаще. У тебя странные вкусы, визирь. Султан. Одно название. Без джинна ты жалкий человечек с маленькой ящеркой. Ты прав. Но мы можем это исправить. Джин, сделай так, чтобы мой друг Танин стал грозным соперником для акробата. И проследи, чтобы он дышал огнём. Так будет намного интереснее. Как пожелаешь, хозяин. О чём ты думал? Что он сам со мной сразится. Если мы выживем, я точно тебя убью. Аладдин! Ты никогда не понимала суть власти. Народу нужен не друг, а правитель. Эй! Жаба-переросток! А чтобы править, надо сурово наказывать. Это под силу лишь мужчине. Настоящий мужчина. Обойдётся без помощи, джинна. Обойдусь. Но так проще. Иди сюда, громадная, уродливая, вонючая скотина! За мир! За мир! За мир! Храбрость не заменит умения. Тебе мало дать тысячу плетей. Беги, глупец! Да! Беги, глупец! Возвращайся в свой свинарник. И останешься жив. Так просто он не отступит. Он что-то задумал. Найдите его и убейте. Ты презренный, лживый змей! Тебе я не вру, Сахарок. Успокойся. Всё уже скоро кончится. С характером. Мы станем прекрасной парой, когда твоя душа впитает тьму. Джин, принеси мне мою колдовскую чашу. Надо готовиться к ритуалу. Твоё желание – закон, хозяин. Я явил силу тьмы этому тупице, Аладдину. Он ничего не понял. Глупый смертный. Да? Это точно. Ты же про Аладдина. Конечно, хозяин. Я взываю к вам, тёмные силы. Я отдаю вам свою кровь. Я предан вам до конца дней. Я отдам им твой разум и душу. Остальное станет моей наградой. Ты не доживёшь до этого, свинья. Я обожаю таких непокорных. Совсем скоро мы с тобой вступим в брак. Как же можно с помощью чар навязать другим свою волю? Ты отдала сердце простолюдину. Кулон, ты никогда таких мне не дарила. Из-за этого всё началось. Несчастный дурак. Моё сердце никогда не принадлежало тебе. Сейчас я укорочу твой острый язычок. Тьма, наполни меня своей силой. Я твой живой сосуд. Раз у тебя такая сила, зачем тебе нужен я? Эта сила мне дорого обходится. Мои годы облетают, как листья, с дерева осенней порой. С этого дня ты станешь моим посредником, проводником моей воли, чтобы я мог встретить старость вместе с ней. Я колдую в последний раз. Силы тьмы призывают тебя, Шах-Заде! Постой, глупец. Это я, Магриб под защитой. Разбей чашу. Спаси, Шах-Заде! Нет! Ты думаешь, что победил? Недостойный пёс Получай награду Танин! Слабое место дракона – глаза Целься в глаза Признаюсь, ты меня впечатлил Акробат Немногие сумели бы пережить такой день, как у тебя сегодня Ты познакомился с повелительницей И завоевал её сердце Прошёл пещеру смерти Я не сказал тебе, как она называется? Получил джина, дворец и любовь И всё за один день Сразился с драконом и выжил Всё ради неё Оно того стоило? Может, спросим твоих друзей? С тобой были друзья, когда ты приехал Да, верные друзья, как я понимаю До гробовой доски Так, кажется, говорится И все они погибли, помогая тебе спасти любимую Я вдруг подумал Что мы с тобой очень похожи Ты готов стереть с лица земли любого, кто встанет у тебя на пути Ты словно мой сын Вот один из твоих друзей Его крики будут преследовать меня сегодня ночью И тебя тоже Ты долго терпел Взять его, дружок Мы пойдём вместе, визирь Ты так ничего и не понял Умри Оставь меня в покое Танин Наверное, зря я нанял акробата Иншалла Моя рука не дрогнет Танин Шахзаде дала тебе очень мощный амулет, акробат Нет Джен Убей его Да, хозяин В чём дело? Почему он ещё жив? Я сам в замешательстве, хозяин Амулет такой силы? Да А ещё он ловкий акробат Его мастерство неподражаемо Я твой хозяин Подчиняйся мне Любое твоё желание для меня приказ Убей этого человека Да, хозяин Кажется, ему благоволят свыше, хозяин Ну, хватит Лампа в моих руках Не вижу лампы Тот, у кого лампа, повелевает мной Вот твоя лампа, с которой вы связаны О, да Я черпаю силы из лампы Главное её не разбить Убери его с глаз долой Да, хозяин Наконец-то Этот уволень уже сидел у меня в печёнках Нам нужно многое обсудить, Джин Когда речь идёт о власти, пора забыть про дружбу Ошибаешься, Магриб Дружба – самое ценное сокровище Ты ещё жив? Непокорный раб Убей его И покончим с этим Без лампы ты мне не хозяин Ладно Наконец Кстати, о дружбе Этому кинжалу приятель точно не помешает Надеюсь, тебе хватит сил, чтобы увидеть смерть последнего друга И что ты собираешься с ней сделать? Вот что Ты вернулась Ты без меня и кушак не завяжешь Джин! Выходи! Силы тьмы ещё во мне? Холопы Даже в последний миг Ты противишься судьбе Я умею уворачиваться Это всё, что ты умеешь Вот тебе за ящера За то, что украл мою лампу И за то, что украл её сердце А как же за то, что я лучше тебя? Конец достойный лже-принца Ты сам сказал Что нужно принимать судьбу Без джина Без друзей Без амулета Без волшебства Умри, акробат Просыпается Он не в себе Раз принял меня за ангела Значит, точно не в себе Не вставай, любимый Ты провёл в забытии много дней Магриб Где мы? В безопасности Дома Ты в постели Магриба больше нет Ты его убил? Нет Поднялся ветер И сбросил его со скалы Это был не ветер Пришлось его подтолкнуть Не мог позволить горе-колдуну Убить моего лучшего друга Спасибо, Мурат Друг мой А что теперь? Куда отправишься? Я разбил лампу Куда захочу, бывший хозяин Я больше не привязан К лампе Я рад Ты заслужил свободу Наверное, мне тоже пора в путь Какой путь? Домой Не смею вам больше надоедать Мой дом здесь Сейчас И навсегда Твой амулет Ты мне Не надоедаешь По крайней мере, пока Но Я Не тот, кем притворялся Я не принц Я тебя обманул Ты принц Вот здесь Всю жизнь У меня было все, что нужно Кроме Любви достойного человека Ты достойный человек, Аладдин Как повелительница Я издам указ И выйду замуж за того Кого люблю Я люблю Я люблю тебя Берешь меня в жены? Думаю, да Ведь я не вправе отказать повелительнице Аладдин Помнишь, что ты сказал Магрибу? Что нужно принимать судьбу А теперь все разошлись Разошлись Мне еще надо планировать свадьбу Фильм, переведенный и озвучен Специально по заказу Creative Arts Media Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok